Всем привет! Новый год на дворе у нас идёт, уже наступил в реальности 2019 год, а в игре уже 16 мая 2020. Ну, турнирную таблицу мы с вами видим, я продолжаю тренировать команду Чертанова. Один тур остаётся сыграть в чемпионате, мы тут лидируем, но сейчас настает пора финалов. В общем, сейчас будут сплошные финалы у нас, сначала финал Кубка России, потом финал, ну, финал по-любому, с Краснодаром, последний тур чемпионата. Это будет финальный матч, и на основании этого будет понятно, победа даст нам первое место, но у нас проблемы с составом явные, и уже они будут вырисовываться на матч с ЦСКА. Ну, армейцы, мы видим, квалифицировались в Лигу Европы с Зенитом, то есть, если Кубок выиграем, ну, неважно, мы или они, то Локомотив или Арсенал попадёт тоже в Лигу Европы. Ну, здесь Локомотив принимает Нижний Новгород, в случае победы, конечно, обеспечит. Это команда себе шестое место, поэтому здесь всё очень просто. Ну, Кубок России, вот так вот недавно с ЦСКА мы играли 3-2, такой матч был, когда нам в компенсированное время два гола забили, так что здесь всего ещё непросто. У нас Зиньковский дисквалифицирован из-за перебора жёлтых, он не сыграет и ни с ЦСКА на Кубок финальный матч, и ни с Краснодаром, вот. То есть, всё, он уже в отпуске. Вот такая вот печалька. Ну, и с ЦСКА у нас не сыграют ни Майрович, то есть, понимаете, да, два атакующих фланговых игрока, Зиньковский и Майрович, не будут, они дисквалифицированы. Ещё Дикмайер наш, защитник правый, тоже дисквалифицирован на финал Кубка. Вот такие вот три проблемы у нас вырисовываются, и как мы будем действовать, ну, давайте будем смотреть. Хотя вот ЦСКА тоже, там, Смольников, который, вот, лидирует по голевым передачам в чемпионате, он тоже травмирован. В Ярославле мы с вами оказываемся в финал Кубка России. Ну, в общем, да, у нас здесь проблемы, нет атаки, так скажем, кто нам по флангам будет здесь играть, раздавать. В общем, вот такие дела. Так, что он, кстати, сделал? Помощник не ставит ни Ернандеса, ни Чалова не держит. Ну, я просто не знаю. Чалова, Ватбова, Ернандес, наверное, тоже. Так. Дикмайера нет, хотелось бы, конечно, Смольникова у них нет. Ну, это, у них проблема, да, у нас более глобальные дисквалификации. Ну, так вот, цена пройти, Спартак, 100, да, да, что все получили карточки. Вся наша атакующая группа, причем, что вы делаете в атаке? Желтые зарабатываете, нервничаете постоянно. Фол какой-то фиксирует в пользу ЦСКА. А вес вынести нормально, постараться-то надо. Швейлер. Швейлер бежит на Игнатьева, забрасывает Игнатьев. Ну, тут трое сразу его контролирует, и все. Ернандес, перевод на фланг. Нет, не успел никто. Но... Здесь проблема в том, кого... Кем усилить игру по ходу матча. У нас, в принципе, некем. Вот такая беда, получается. Потому что состав у нас, он ограничен, так или иначе. И есть люди, которые явно, да, основного состава. Есть люди, которые явно запасные. И они не тянут, просто не тянут играть основную роль. Вот. Поэтому проблемы будут, да и не только здесь, да, будут проблемы в Лиге Чемпионов, в которую мы попали. А это очень-очень... Тревожно. Ну, вот. Ну, у нас сегодня Кулкер в основе играет, потому что... Венисус будет с Краснодаром матч пропускать. Так, Игнатьев здесь, ух ты, забил. На 27-й минуте. Ну, Горшков, передача-то отметился. Кулкер я к чему выпрысал? Потому что вот он будет в последней мэйсе с Краснодаром играть. Венисус, потому что жил в красный получился, там был он не вовремя. Зачем было это делать? Непонятно. Таким образом, я его решил на лавочке оставить. И сейчас. И последним, значит, он автоматом не выйдет. Вот. Ну, а Кулкеру надо быть в форме, так скажем. И поэтому пусть здесь себя проявляет, если сможет. Ну, не просто, да, так вот, все взять и сделать. Как, например, кажется. ЦСКА по ударам переигрывает нас все удары, кстати, в сторону. Убор этот, что очень интересно. Но мы их не видим. В атаке мы зато играем. Убкин. Убкин. Убкин может пробить удар. Не точно. Не точно. Перерыв наступает. Ну, сейчас я думаю. Так, ну, давайте скажем. Аааа, можете лучше, можете лучше. Ну, все, короче. Можете лучше. Вопрос в том, как они сыграют. Валить их особо нельзя. Сразу перестают играть. Паршиков на вес штрафную здесь. опять подбора нет начала вы идет заброс чалов там несется успевает подать ну куда скидка-то кокер нельзя так скидывать ну скинь в бок нельзя через центр скидывать там всегда может кто-то на подборе сыграть или слёта пробить как сейчас нельзя ух такие вот дела происходит у них канавалов повреждений им какой получил там булок выходит угловой мы подаем здесь навес удары гул есть был уроки вот так вот кулкира ты делаешь смотрим из горшков до прокидываете кулкир здесь один оказывается ничего себе 0 2 неплохо но есть момент и где там мяч наших воротах очень быстро чернов нам забивает теперь они с угловой это делают то есть видите как здесь прошел все падают по мячу прыгала чернов умудрился остановить его и забить 12 кого менять спросите вы хороший вопрос я пока не знаю глушенков швейлер можно попробовать заменить швейлера давайте насорвили заменим такая замена как бы стоян у нас происходит здесь циска в атаке буду опасно циска нам 30 мы величить циска концовки 2 голландов пихнула так что все у них еще впереди должны мы это помнить не так вот спокойно мяч отдавать бикау потому что там уже дальше будет не пойми что жермен жермен перевод щенников здесь пойти бы на мяч что нет умеров не пошел а здесь уже поздно щенников навес штрафной удар чернов там опять очень опасно все замены у них все сделаны кого менять кого солдатинков навешивает здесь куча мала ну что вы так проигрываете мяч нельзя ой кошмар какую пускаем жермен а и здесь пенальти ну у меня желтая карточка кошмар моем даже не шелохнулся вот вам и пенальти два двадцать ска отыгрывается камбэк смотрите как ну по удару надо было играть ломаю ну и 22 камбов повреждения замены я пока не делаю понимаю что тут еще рискую конечно очень рискую горшков неплохо неплохо там действует но туркин плохо тут кстати замену да можно же четвертую овертайме делать 22 давайте скажешь я недоволен миров тебе бы карточку не получить по заменам касательно замен так есть у нас есть ежов если что давайте попробуем на фон выпустить вижу вот только на другой фланг нашу вторая замена всего лишь вот и посмотрим что будет как будет все это происходить так 4 замена с чудо и мы можем сделать очень даже так вопрос кого душенького то мы тут уже бляд ли заменим до весь цыпченко ну можно конечно цыпченко выпустить или вот например уткина и тюгов умеров на желтый давайте мангланда выходе так овертайм 22 сейчас будет перерыв перерывчик да между овертаймами так скажем 15 минут которые второе начнем скажем постараться здесь сначала сам горшков плохо уткина можно заменить так сорвили травмирован да что ты будешь делать когда уткина придется нет вроде на замену только вышел ну давайте цыпченко поставим и гнать его пробуем так фисар вели травму получается как все плохо то приходится на обратную замену доделать по ходу матча цискал атаки заброс держать паршиков да ну куда ты выбиваешь ну сколько раз ты уже можно выбивать так не точно цискал атаки нет игнать и игнать и игнатьев кому ваня ну что ты делаешь джермы ломаю спасает да сейчас получили бы навес идет здесь все все мимо мяча промахиваются комболов прессингуем 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 ошибиться может нет не показали паршиков гушенкову игнатьев гушенков паршиков гушенков игнатьев гушенков 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 подает паршиков навес туда идет ну и никого 2 минуты компенсируется к овертайму и серия пенальти но у них там кинфеев вы знаете да что этот вратарь ну так скажем любитель отбивать пенальти у нас кто будет бить гушенков пашу ну пусть оставим так я не знаю что тут хорошо что плохо серии пенальти это знаете никогда не понятно что ждать гушенков макинфеев это специалист ломает ломает против обеля ернандеса уже забил ну по центру ломает ну стой на месте возьмешь паршиков забил чернов теперь бьет вот спокойно доводится искать вперед игнатьев ну игнатьев сложно сказать там кинфеев потому что ну что вы будешь делать ну что кинфеев снова серию пенальти вытащатся по всей видимости жирмейн вообще без вариантов ломает там присел чего-то не всего шассункин пробьет ну это уже это уже всего практически а кинфеев если берет то цска побеждает еще и штанга играет в пузо цска вот радуются армейцы выигрывает кубок россии по пенальти мы смогли пройти спартак но по пенальти мы смогли переиграть акинфеева так ну здесь конечно мы 2-0 вели но вот с проблемами в составе конечно все у нас было ладно скажем молодцы попытались по крайней мере что-то сделать дошли до серии пенальти ну вот увы ах если по ходу матча мы удержали это преимущество ну цска было сильнее явно так что кубок то россии мы проигрываем первый финал мимо отправляемся с вами мы теперь на второй финал правда как я не наш команда будет играть спартак сибири финала лиги европы давайте мы его с вами просто посмотрим ну просто когда у нас еще российская команда выйдет в финал мы не знаем да и это в польше гданьск проходит это собственно финальный матч видим расстановку спартака хани вообще чисто нападающим стал играть обалдеть дыряев зобнин ерюбинка фернандо антон миранчук рассказов самальжигова кутепов мельгарыха селихов ну в севиле мы сразу видим промеса то есть такого басдост тоже какой-то там у них лучший бомбардир да получается ну да лучший бомбардир ну в общем давайте мы это глянем и будет чем сравнить как вообще спартак смог добраться но это большое достижение наверное а севилья мы помним взяла и выбила челси в полуфинале то есть достаточно уверенно вот интересно на фоне севильи как будет выглядеть спартак фернандо штрафный любитель забивать их опасный момент интересно но это только начало что мы здесь увидим непонятно вообще севилью конечно фаборит по любому я думаю и уровень игроков и все в таком духе вот момент с вами особо не видим кемеса получает желтую 7 или полдором уже действует вот так дыряв тоже желтая вот севилья в атаке здесь навес идет и дальний удар селиков тут прыгает справляется но спартак может стать чемпионом россии может не стать мы это помним здесь конкурент наш такой спартак краснодар вот все крутится до вокруг этого усилием видим предложил спартак уже и по мячу и по владению и по ударам вот бас дост нападающий уже возрастной наверно очень 30 лет бонега угловой подает здесь момент первый свой был сезон забивает чему уже нападающий правильно здесь хорошая подача и вот так вот защитник центральный французский выводит севилью вперед что делать спартаку скажете вы я не знаю у нас если был состав как у спартака хотя бы можно было найти ключи до какие-то наверное мы сейчас играли себе я думаю мы бы испытывали гораздо большие проблемы чем это сейчас испытывает спартак ну вот чем все просто спартак тоже убеги чемпионов будет вопрос том сразу в группе или не сразу в группе перерыв мы с вами смотрим ну и желтых очень много усилили здесь нужно прессинговать конечно может быть кто-нибудь ошибется получит вторую желтую и тогда будут неплохие шансы спартака фернандо фернандо навес штрафную здесь очень не точно промес квинси промес перевод даст далее здесь промес опять с мячом промесла против спартака это знаковое событие вот здесь синий час и со второй забьет будет все практически решено вот она пожалуйста вместо всего лишь четвертый год в сезоне забивает но какой важный здесь раньше вылез никуда куда надо здесь снова втроем вот стоят чего столпились втроем у одного это болезнь наших защитников и 0-2 это уже серьезнейшая заявка на победу в лиге европы спартак шибатака пытается ну вот 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 о чем я говорил желтая сейчас вторая это красная ван гинкель это делает семена замены не использовала когда у них было несколько человек на желтый был оборонитель наверное заменить вот большинстве спартак время есть конечно но мы пока ничего не видим антон гранчик плох почему вы не меняют вот таша его вместо зомби на зачем-то выпускается зря замены и усилили происходят так спартак ударом обошел сибири бен едер атаку он выходит у семьи вместо до 100 ну и моментов мы не видим 20 минут играть фернандо рассказов на беремчука рассказов смогли бы сейчас еще удалить игрока сибири не судя не смысл там на желтый товарищ миранчук антон ну что это такое кутепов на мельгареха переводят прострел к беременка торшаев на фланг еременко на вес справляются здесь игроки фернандо миранчук удар тонн то все не точно ну был бы конечно интересный если бы российская команда выиграла лигу европы но видимо не в этот раз не бери вышел нападающий эти гиев еще без мельгареха не знаю спартаку зенитом играть последний тур так что он в каком состоянии будет спартак мы не знаем но у нас знаем как у нас состояние после мы крутаем и пенальти с цска ну все заканчивается поединок спартак смотреть ударом два раза превзошел севилью но этого не хватается забить ты не смогли и после удаления реза заводчику что-то тоже не смогли так что семья празднует рассказов выбивает вперед но время неумолимо убегает скудейро мессу веса не путать смеси так кроме сейчас выиграет лигу европы селика выбивается вперед куда-то там и финальный свисток ребят звучит вот семья теперь праздник видели мы как цска кубок россии выиграла вот второй финал это лига европы теперь мы будем смотреть конечно уже последний финал ну и не последний в общем чемпионата россии здесь вот такая вот победа севилья над спартаков мы смотрим тогда за третьим финалом этой серии чертанова краснодар последний тур чемпионата россии у нас тут кошмар с травмами с дисквалификациями с тем что луткин и гнатьев не могут играть против своей команды поэтому чем вот у меня расстановка такая майрович пока здесь буду использовать у нас еще колесниченко получил повреждение поэтому вот так и цыпченко выйдет чистым нападающим хотя вы видите да он играл слишком мало здесь ну не так ну давайте скажем случае победы титул наш все понятно по силам не стать уже чемпионами в этом матче так теперь очередь за игроками я скажу вот ну и давайте смотреть как у нас все это получится в финале кубка не получилось дома кинфеев конечно по пенальте гораздо сильнее чем наш вратарь вот здесь посмотрим что будет краснодар тоже хочет выиграть естественно нас обойти и там надеется что у спартак ну не выиграет у зенита так скажем здесь поэтому все пока запутано краснодар мяч забрал под свой контроль посмотрим дальше что будет происходить но они тоже хотят много чего хотят так ударов минимум пока что вот будем дальше смотреть конечно у нас кикмайер желтая следующий матч пропустят перенесется на следующий матч чемпионат или нет наверно нет так давайте попросим больше желания у игроков у наших показать дикмайер конечно не хватало ну и майоровича наверно тоже матч с цска вот это было печально конечно доводить до серии пенальти это плохо потому что там ну и так-то может сложиться что в одну сторону что в другую но здесь акин филипп он мастер по-моему только одну единственную серию по пенальти проиграл своей жизни как раз хорватом в четверть финале чемпионата мира как все серии цска выигрывал с ним как маричный дикмайер дикмайер навешивает майорович скидки здесь удар ну вот так вот пока угловой опасный стандарт у наших ворот и тоже очень опасно все бортасевич почему так плохо бортасевич выглядит печально так давайте скажем я недоволен тем что увижу дикмайер тебе надо успокоиться информацию этих нет нам надо посмотреть статистику формация да вот так что у нас там спаратак и нулям пока что вот пока что по нулям здесь мы завершаем разговор ну и второй тайм бортасевич подводят если не будет прибавлять придется наверное его заменить кстати ну и швиллера вообще не надо кого менять сорвили сломался вот финале кубка поэтому здесь играть тоже не может в общем составом беда просто какая-то у нас краснодар в атаке краснодар и не держим кабары штанга ну что это такое что это постараться не успел это примениться на краснодар снова в атаке но здесь иншвеллер здорово перевод глушенкова плохо очень плохо и здесь назад ломаем солдатингов колкер окмайрович забрасывает на цыпченко цыпченко один здесь бежит нужно найти продолжение навесы и гуфу глушенков глушенков забивает свой первый гол в сезоне но какой важным может быть вот такая контр-атакой цыпченко передачу дает смотрим касание здесь крючок конечно мог бы получше сыграть у нас это мало волнует у них там роберт мак выходит так борта 7 чем нужно заменить спартак забил ворота зенита так оси борта севича то он очень плохо эти заварухина выпустим пока так еще сыграем 1-0 видим можем стать чемпионами конечно для этого нужно еще ух постараться есть вариант я думаю мари чем атаку чистом пустить выпустить этих колесниченко с повреждением вот вторая замена наша так солдатингов штрафной бьет главное не прижиматься сейчас к своим воротам есть у нас одна замена просто кого менять пока не понятно и горшков умяров можно уже дотянуть я не знаю там до последних секунд краснодар пытается пытается стараться больше ударов наносит дик майор солдатингов заброс не проходит здесь не дать кузя ему ничего сделать стараться ломая 10 минут играть дик майор идет вперед глушенков здесь дворово майорович можешь забивать штанга сейчас все могу срастись в нашу пользу забей забей майорович и всего 20 наверно краснодар бы не отыграл ломаем колкер только не надо здесь ошибки совершать ребята заброс вперед майорович майорович команда горшков дальний удар и перекладину еще спасает краснодар ух мы снова с мячом здесь так разыгрываем уж не пусту пятками играется дик майор навес штрафную там кроме крюцу к никого нет так разобрать разобрать всех три минуты еще дик майор заброс глушенков нет здесь колесниченко идет с мечом идиот заварухин навесывает ну марич такие моменты мы создаем сколько там судья добавят 4 минуты судья добавляет можно сделать кстати какую замену кого менять то спросите вы можно горшкова так выйдет уже время потянуть и все в таком духе минута минута побольше краснодар ничего не может поделать с нами смотрите звучит финальный свисток и мы выигрываем чемпионат у нас сезон получился интересный всех поздравляем с этим событием ну краснодар конечно тут мог наверно нам на что-то рассчитывать наши удары штанги были помним и в общем давайте посмотрим спартак 20 выиграл зенита фернандо дубль фернандо дубль но это не спасает спартак мы выигрываем чемпионат в общем давайте скажем что вы должны запомнить этот момент на всю жизнь вы выиграли чемпионат россии это конечно было очень и очень круто пять миллионов восемьсот десять тысяч за первое место в премьер-лиге вот так вот мы получаем ну давайте посмотрим другие результаты точнее уже курский авангард выигрывает у тамбов 2-0 и не вылетает напрямую так динамо арсенал 03 локомотив он взял и проиграл нижнему новгороду все поедет у нас арсенал вперед в еврокубке вместо локомотива вот максим каррера не смог рубин охмат 1-0 но спартак 2-0 у зенита урал ростов 0-4 несите ска 02 ну вот циск 4 место занимает вот смотрим мы чемпион лига чемпионов циск зенит арсенал лига европы игнать в лучший бомбардир а фернандо смотрите 12 забил ну и все хорошо в общем то вот такой вот у нас сезон получился сейчас мы еще посмотрим кое-что так у нас здесь симак уволен мы видим руководством команды зенит ну в общем получилось у зенита в лигу чемпионов в очередной раз попасть и здесь много увольняет смотрите мантелло из ромаин заги из лацио ну там конта увольняют из ювентуса то есть сейчас могут быть какие-то мне предложения из каких-то команд потому что вот много кто и где уволен мы кстати я стал лучшим тренером года вот так вот потому что видимо стал чемпионом посмотрим мы с вами еще один финал на серос лиги чемпионов поварили горку смотрите роберт фермина саллах да здесь дуглас коста у них играет кита милнер фабинио ну в общем менюле в воротах ладно но иной здесь по-прежнему еще стоит алаба химик то ли сутьяга мартин сливандовский каре такой вот состав в стамбуле этот финал происходит и так как нам играть в лиге чемпионов скоро представляете на уровень вот этих вот команд с которыми нам придется сражаться чемпионы своих стран нам не достанутся понятное дело но кто-то нам очень серьезный достанется может быть ливеркуль в том числе но либо смотрим за финалом лиги чемпионов это очень интересно финал лиги европы мы видели вот финал лиги чемпионов пока что еще у кого какие шансы ну ливерпуль если в реальности бы сейчас взять что наверно ливерпуль бы и баварю тоже смог переиграть спокойно и выиграть либо чемпиона вот здесь как сложится пока непонятно смотрим мяч бавария сила как он салах себя проявит в общем союзники показатели на скорость 18 скорее 17 как мы там с подобными игроками наши защитники собираются играть я не представляю нужны деньги на покупку игроков надеюсь нам выглядят хоть что-то нормального невидимы вообще моментов в этом финале ну и ладно может быть тут и до увертайма как-нибудь дотянут потому что узнает как пенальтиста у нас но неплох очень даже на пенальти ударов мало очень кстати в финале по три всего совершили игроки это очень мало это не яркий футбола как мы себе представляют болельщики второй тайм сразу давайте может здесь какие-то моменты мы с вами увидим коррета значит в атаке так скажем с левой стороны у баварии в сибири вообще он когда-то играл такой интересный товарищ и нет вот этих действий ливерпуля салах там до фермина как они там всех разрывают здесь вот угловые очень опасно очень опасно сейчас было ничего ничего мячом владеет больше бавария по ударам 56 андик получает зуду здоровенный защитник ливерпуля много такой вот голландец как замены прошли черви и бетанкур у бавария получим ответят нам тоже моментов по-прежнему мы не видим так ну вот здесь бавария в атаке тиаго перевод аллабо удар даже не чувствую давид аллабо так лалана вместо милнера ну червя шут этом повреждение карея получает может заменить но мало для ну вот тиму вернер выходит вместо карея все замены сделан салах повреждения старич замена выходит мы салах убирают лукас васкис с мячом навес проходит этом пенальти судья ставят ворота баварии вот так вот на восемьдесят шестой минуте чего вы себе седьмая пойдет фабинио против номера в обиде нет кошмар но я тащит дает шанс бавария угловой ни о чем сули мы здесь но и мы вытащил конечно щас бригерпуль должен был выигрывать номер наверно круче акин периода может и нет уж как посмотреть пять минут добавленных идет компенсированных фермина ничего себе одному конечно прямо удар да не есть чтобы это все сложилось финале лиги чемпионов фермина вот вернул идет такой заброс и слюмотов девичину внимания даже здесь он уже ничего не смог поделать хотя казалось пенальти взял и все секунды переиграны лишние финальный свисток ливерпуль выигрывает лигу чемпионов в двадцатом году все это происходит по статистике мы видим до 9 12 в общем мяч отдали но матч выиграли хотя наверно было спина все раньше забивать вот такие четыре финала мы тут с вами посмотрели и решайте сами какой круче вот вы представляете общем рома мне теперь предлагает пройти собеседование чтобы в общем понятно тренировать роману и зенит сразу хочет этим воспользоваться но я не готов это сделать то есть я отклоняю разговор и зенитом тоже кстати отклоняем разговор одно в премьер-лиге значит у нас смотреть переходные матчи состоялись крылья советов выбивают курский авангард в итоге и выходят в премьер-лигу но и неси остается с эренбургом они сыграли в общем нормально а также выходит болгарь и уфа напрямую ну то есть уфа возвращается так что здесь всего всего понятно ну в общем мы видим данная серия наша была из наших только двух матчей где мы проиграли по пенальти циска финале кубка россии но выиграли краснодара в чемпионате 1 0 стали чемпионами ну и видеть финал лиги европы лиги чемпионов ну посмотрим что у нас будет финансирование нам значат 2 миллиона 600 там 67 тысяч на трансферы выделено ну вот посмотрим удастся ли что-то сделать в будущем сезоне этим летом так скажем кто-то у нас наверно покинет команду может никто не покинет будем смотреть в общем дальше посмотрим уже нас нас как мы будем действовать в лиге чемпионов всем спасибо за внимание данная серия этом заканчивается всем пока